здравствуйте дорогие друзья сегодня мы посмотрим как проходит охота с луком на 3d тропинке искусственные звери будут изображать настоящих но поведение охотника будет полностью соответствовать его поведению в нормальных лесных угодьях и там где это разрешено основная дистанция приблизительно должна быть 25 метров если дичь сидит чуть ближе ну значит пин опускаем чуть ниже если дальше чуть чуть поднимаем в оптимале от 20 до 30 метров диапазон дальше в лесу просто не видно необходимо уметь стрелять стоя если удобно за деревом с колена если какое-то препятствие перед вами а препятствий в лесу масса коряги ветки листья к тому же еще и зверь не должен вас увидеть ну и сидя как завершающие просто сидя с земли это надо все отрабатывать привыкать и стабильно попадать если вы охотитесь на настоящего зверя то заход в угодья где он находится должен проходить против ветра ну или в крайнем случае в пол ветра иначе все вас унюхают и заранее убегут передвижение от дерева к дереву от куста к кусту с небольшими остановками и с внимательным осмотром пространство перед вами как можно больше делать обзор замереть не шевелиться и аккуратненько смотреть встав за деревом осмотр растяжка прицеливание и выстрел то есть у охотника но не более полу минуты чтобы произвести нормальный качественный выстрел за это время зверь либо вас услышит либо увидит либо унюхает если этого не произошло он может просто повернуться к вам не тем боком а стрела должна попасть четко в килл зону вот как мало шансов попасть точно применительно косули ну варианты охоты на косулю либо с подхода то что мы сейчас видим аккуратненько когда тихо когда она кормится либо засидки как на дереве так и на земле водопои некоторые практикуют засидка с дерева у кормушки сидеть и ждать когда она придет мне интересно я попробовал охоту на косулю с манком и вдвоем дело в том что есть угодья где косули кормятся на поле есть возможность на краю леса притаиться и вот если ты будешь манить сам то косули подойдет в штык а вот если будет манить напарник охотник будет чуть-чуть сбоку как раз будет идеальное положение для попадания в килл зону стрельба дальше 30 метров не результативно по одной простой причине звук выстрела быстрее доходит до зверя и он успевает убрать килл зону убрать килл зону еще раз повторюсь что категорически запрещается при охоте с луком иначе будет подранок он убежит бог знает куда ну и зря погибнет 30 метров максимум чем больше дальность тем больше вероятность что зверю идет ну стрелы естественно с бродхедами с проверенными они должны быть заранее накручены на стрелы заранее пристрелены на те же 20 25 30 метров ну количество от трех до шести кому как удобно у кого какой кивер или колчан на охотники должен быть не шуршащий камуфляж лук должен быть не блестящим не давать блики полная маскировка лица и рук потому что лицо как белое пятно видно очень издалека но и руки тем более при натягивании лук не должен звучать скрипеть стучать и так далее тем более при выстреле чем больше глушителей на луке тем меньше вероятности что зверь услышит вас перед выходом в лес рекомендую два-три контрольных выстрелов именно теми стрелами которые вы приготовили ну во первых будет уверенность что вы попадаете проверка при стрелке и вы разомнетесь заранее то есть вы будете заранее настроены на точный выстрел вернемся к нашей косули молодой козлик быстро и прямо придет на охотника он еще глупый не очень осторожный а вот старые опытный может зайти за охотника и поймать запах то есть он будет крутиться вокруг пока не учует вас запах и зверь стыла он вас учуял и убежал будьте к этому готовы расскажу такой секрет если вы не пошевелились просто увидели вы можете отойти буквально метров на 200-300 козел крутится рядом и можно будет попробовать еще раз ну конечно процент вероятности меньше но попробовать можно будет были случаи когда такого старого козла просто выманивали на себя упорством немного мистики лес единый живой организм если он вас примет вы увидите и услышите все гоните от себя мысли об охоте и добыче вы просто пришли послушать птиц а вот птицы очень важный показатель прислушайтесь и замрите если вокруг тишина значит лес к вам прислушивается все замерло а если вы слышите вокруг птиц значит лес воспринял и вы тут не чужой начинайте свою прогулку похоже на мистику но это работает я проверял много раз терпение наблюдательность и тщательность в подготовке вот успех ну а где найти косули вы наверное уже знаете у себя с вами был игорь валерьевич и его арбалетная поляна